Всем привет! Шеф дома и не один! И сегодня у меня в гостях виртуоз, шеф-повар Денис Перевоз! Всем привет! Я рад, что ты меня пригласил, а я только-только с поезда и сразу сюда, на это прекрасную, гостеприимную, открытую кухню. И? И сегодня, да, я приехал не просто так, я привез с собой в чемодане, там чемодан его правда не видно, а пару интересных рецептов, они несложные, но при этом каждый сможет повторить это как дома, так и у себя, например, на производстве. Да, я посмотрела уже по ингредиентам, очень интересное сочетание и для меня будет очень много нового. Надеюсь, вам понравится, следите внимательно и обязательно готовьте вместе с нами. Что у нас в меню? Смотри, мы сегодня будем готовить с тобой салат рукава, он доступен, но при всем при этом мы сегодня будем еще показывать один лайфхак, но до него дойдем. Для приготовления мы с тобой берем листья салата рукава, то есть понятно, да, также нам потребуется сыр креметто, либо какой-то творожный. Есть. Вот, будем использовать соус наршарап, это гранатовый готовый соус, очень вкусный, универсальный, для вас он может открыться с новой стороны. И, кстати, он есть действительно в любом магазине. Также будем дополнять блюда груши, сейчас по сезону сорт Вильямс идет, также, если не нравится в Вильямс, можете взять такую вот грушу, называется конференция. Главное, что вы при выборе нажимаете, она была мягкая, тем самым говорит о спелости фрукта. Будет очень много сока, сочная, сладкая, вкусная. Так, ну, собственно, и все. Давай достанем кремету, я сейчас замешаю крем. Так, ты сказал, что это все будет очень быстро. Да, это все быстро, это можно приготовить дома, буквально, вот пришел с работы, там, либо с какой-то вечеринки, и все это готовишь оперативно. Я беру вот сколько там, буквально, не знаю, там 150 грамм сыра. Я пока воду закипячу для нашей пасты. Да, у нас будет второе блюдо, это паста. Подойдет, в принципе, любая, капеллини, спагетти. Почему я выбрал именно этот продукт? Он готовится быстро, то есть быстрее, например, чем какие-то другие сорта. Но если хотим приготовить еще быстрее, то это яичные пасты, которые готовятся 2-3 минуты. Так, смотрите, друзья, мы взяли сыр, добавим буквально 2 столовых ложки гранатового соуса. Такой густой. Кстати, этот соус без белого, скажем так, сахара, там есть только глюкоза и крахмальная патока. Да, действительно, сладость все равно есть, но, тем не менее, это нужно нам для того, что это консервант, чтобы соус достаточно долго хранился. И мы его можем сами сделать, ты говорил, просто выпарить гранатовый сок. Да, либо мы берем с вами гранатовый сок и путем длительного томления, ну, то есть, либо выпарки, все это выпариваем, можно добавить сахар, можно добавить глюкозу, как мы уже и говорили, да, и получится очень вкусно и быстро. Все, в целом у нас с тобой готово. Теперь нам что нужно сделать? Взять грушу, нарежем ее на определенные части. Слушай, а вот рукола, но она такая ведь специфическая, не каждый ее любит. Если что, можно в этом салате заменить на какие-то другие листья? Конечно, можно заменить на другие листья, добавить также туда можно, допустим, соломку моркови, красной капусты, сейчас все это будет по сезону. Да, да, твой нелюбимый. Она очень круто, очень котел чили перец. Я каждый раз все напоминаю, ребята, у меня аллергия, я тогда есть не смогу, а я же все это хочу попробовать. Специально сегодня не завтракала, наши операторы не завтракали. Денис, только с поезда, собственно, мы накинемся, я уже вот прям представляю, как это будет вкусно и необычно. И буквально Нина сейчас упомянула про чили. Мы с ней недавно были на одном и самом престижном кулинарном чемпионате шефа ля Рус. И она каждому подошла через технических жюри и попросила ей дать полностью все без чили. Да, представляете, как люди готовились, там рецепты создавали, чтобы вот судьи, мы судьи все это дело пробовали и выставляли оценки. Но насколько вот мне в этом плане тяжело, и я ходила к каждому боксу, говорю, одно блюдо, вот буквально вот одно блюдо без чили, пожалуйста, пожалуйста. И для меня было безумно приятно. Никто не забыл, никто не проигнорировал во всей этой запарке, стрессе. Каждый подошел очень ответственно к тому, чтобы сделать мне это особенное блюдо. А я возвращаюсь к нашему лайфхаку. Как правило, дома, либо на производстве, на кухне, руккола имеет свойство жухнуть, то есть вянуть. Соответственно, кто-то ее отправляет в воду со льдом, но при всем при этом часть вот этой вот не очень качественной рукколы я убираю в сторону. Как раз мы будем это использовать для приготовления второго рецепта. Мы будем готовить с вами соус песто из рукколы, то есть без базилика, а именно с рукколой. Смотрите, вот у меня осталась руккола, мы открыли ее из пакета. Это мытая, то есть чтобы нас не троллили. Дальше мы с вами берем пару ложек, делаем условные какие-то кнельки. Можно это сделать кондитерским мешком, то есть кому как нравится. Все это выкладываем. Две-три штучки, то есть это уже не суть, в зависимости от вашего размера порции, либо на насколько вы голодны. Думаю, это будет с салатом перемешано. Нет, это с салатом не будет перемешано, просто по одной простой причине. Если мы все это перемешаем, это будет не совсем гастрономик. Вот, я втыкаю вот таким вот образом грушу. Зачем это происходит? Сейчас я вам покажу. Это, знаете, некий такой забор, как ограничение для того, чтобы листья у нас с вами не распадались, а были в такой какой-то гастрономической кучке. И все это было вкусно. Все, дальше я беру листья и их буду сейчас выкладывать. Но я еще хочу добавить компонент один, это изюм. Изюм может быть белый, изюм может быть совершенно любой. Главное без косточки, потому что не совсем будет камельфу, когда вы будете кушать изюм, а он будет у вас так это, хрустеть. Залили водой. Холодной, горячей. Залили теплой водой. Для чего? Первый раз мы залили, промыли. Да. Второй раз мы залили чистой водой, для того, чтобы он стал более таким мягким, податливым. Далее, я это все выкладываю просто в центр тарелки. Как вы видите, да, я построил из груши такой некий забор, для того, чтобы это не вываливалось, не рассыпалось. И просто аккуратненько сверху начинаем все это перекладывать. Обратите внимание, я не заправляю осознанно. Почему? Потому что если мы заправим листья сразу, они у нас просто с вами упадут. Это будет некрасиво. Так, ну что? В целом мы с тобой приготовили вот такой салат. Как вы видите, ну сколько, буквально одна-две минуты. Это вообще-то чемпион по скорости. Я не успела, ап, 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 а все уже готово. Да, но это еще не все. Красиво. Мы с тобой говорили о том, что у нас идет соус гранатовый. Мы уже про него упоминали. Наливаем вот буквально несколько ложек и вот так вот сверху с тобой поливаем. Добавлю еще, как говорится, кашу маслом не испортишь. Это будет очень вкусно. А чуть-чуть зерен граната? Зерен граната можно добавить, да. Но я хочу добавить еще немного белка. У нас с тобой кешью. Я возьму терочку и немного натерть и сверху натру. Такой вкусноты. Подойдет любой орех. Можно грецкий взять, можно, ну тот, который вам нравится. Если у кого-то аллергия на орехи, ну может в целом не добавлять. Жареный орех. Идет такой фантастический аромат. Вот, прям уже слюнки практически текут. Хочется его быстренько попробовать. Кусочки отлетают в сторону, но мы за кадром сидим. Смотри, как пармезан натер. А это а-а-а, это орех. Так, и по рекомендации Нины Тарасовой, мы с вами издаваем еще пару зерен граната. Как вы знаете, а если нет, мы вам расскажем. У каждого граната, у каждого такого фрукта есть такие, смотрите, как ребра. Мы, соответственно, сначала открываем такую, как шапочку, снимаем. Глубоко не прорезайте. После этого по ребрам делаем надрезы. Соответственно, у вас ядрышки останутся целые, руки чистые, а гости довольны. Все, так нажимаем в центр и аккуратненько начинаем его открывать. Ай, какой красивый, хрустит. Бомба! Да. Так, вот-вот-вот чуть-чуть. Можно, конечно, такую красоту целиком положить, но мы этого делать не будем. У нас идет элемент декорации. Нужно положить вот такой один кусочек здесь. И несколько гранатинок рядом. Для того, чтобы... Для пацанных камушек. Да, если кто-то захочет перекусить отдельно, может это сделать. Первое блюдо готово. Салат руккола с грушей и творожным сыром. Кто на время смотрит? Что за рекорд мы сейчас поставили? Смотрите, как красиво. Так, ну, мы дождемся еще пасты. Паста тоже очень интересная. Со строчителлой, с кабачком. Да. Это можно использовать как постное блюдо. Например, если мы с вами не будем использовать строчителлу, либо заменим какой-то альтернативой. И какие наши действия? Ну, с чего начинается родина, как говорится. Первое, нам нужно сэкономить время. Для этого мы ставим вариться пасту. Паста, как правило, варится 9-11 минут. Для того, чтобы не промахнуться, нам нужно смотреть, что написано на этикетке. Так, давай, что-то пишут. В пить и репить, без 100 грамм не разобраться. Ну, сейчас посмотрим. 11 минут. 11 минут. Соответственно, через 10 минут мы можем снимать, потому что паста для того, чтобы была максимально вкусная, ей необходимо либо провариться в соусе, либо, ну, им пропитаться, как минимум. Все, соответственно, у нас с вами есть паста, как я и говорил, подойдет совершенно любая. Мы взяли спагетти. Взяли спагетти. Тонкие спагетти. Да, тонкие спагетти. Много варить не будем. Вот так вот сварим на всю нашу съемочную группу, на всю нашу честную компанию. Берем, значит, пасту, так вот ее просто крутим в разную сторону и отпускаем. И все сейчас будет вариться. Иногда говорят, нужно воду солить, иногда не нужно. Иногда масло, говорят, нужно добавлять. Ну, все это ерунда, потому что в моменте приготовления все сварится, перемешается. У нас будет с тобой насыщенный, плотный, вкусный соус, который будет обволакивать пасту. Теперь нам нужно что? Пока варится паста, нам необходимо приготовить соус. Как я и говорил, про лайфхак, паста портится, паста, говорю, рукола портится. Соответственно, мы будем с ней готовить соус. Давай стакан для блендера. Все это мы с вами сюда перекладываем. Я песто из руколы еще не пробовала ни разу. Таким все образом. Надеюсь, все у нас перемолится, перемелится. Все перемелится, родная какая-то группа. Это не все. Нам необходимо сюда добавить что? Добавим сюда кешью. Добавим чеснок. Я его уже заранее почистил. Много не нужно. Чеснок нам нужен больше для аромата. Вот прям такой маленький кусочек тут где-то 2,5 грамма получает. Сюда же отправляем. Что важно добавлять в соус? И что часто забывают добавлять? Забывают добавлять соль. Нам нужна с тобой соль. Здравствуй, соль. Добавляем соль. Добавляем масло. По поводу масла, смотрите. Вот у меня здесь масло, которое называется оливковое масло для жарки. Почему я выбираю именно это масло? Если мы берем масло с вами подсолнечное, я не знаю происхождение этого масла. Да и вкус у него достаточно вот такой спорный. Если мы берем масло первого отжима, экстра-верджин, как его еще называют, так как вы его знаете, то получается, что оно доминант. Оно немного грековатое и может на себя забирать весь вкус. Соответственно, я беру масло, которое называется оливковое масло для жарки. Оно более универсальное. Примерно 100 грамм. Обязательно доливаем воды. У нас сейчас будет эмульгация воды с маслом, с орехом и будет соус такой, знаете, более легкий. Его можно будет прямо отмазать на ложку на тос с утра и кушать. Это будет гораздо вкуснее. И последний компонент. Мы добавим немножко кислоты. Витаминная. Сок лимона, сок лайма. Если нет ни того, ни другого, можете добавить винный либо яблочный уксус. В целом все окей. Все это можем с тобой делать из этого соус. Так, ну что, смотри. Ты мне помогла приготовить соус. Это готовится быстро. Как вы обратили внимание, и хранится очень хорошо. Смотрите, какой насыщенный ярко-зеленый соус. Какая красота. Говорит, какой аромат. Прям очень круто. Тут у нас что-то плавает. Орешек. А, орешек, да, не размололся. Я думал, чесночина. А нет, чесночина размололся. Так, я еще попросил Нину, чтобы она мне достала, ну там, без рекламы, семена чия. Конечно, это суперфуд. Его добавляют в разные блюда. Мы сегодня будем его добавлять тоже в пасту. Но я вам тоже расскажу один лайфхак для того, чтобы чия был максимально интересный и вкусный. И сочетался с блюдами, которые вы любите. Я рекомендую чия жарить. Когда жареный чия, у него получается совершенно другой вкус. Он кардинально отличается от сырого. Ничего себе, я слышала только про замачивание. Замачивание, да, то есть такие желирующие свойства получаются. Но мы пойдем немного в другую сторону. Мы будем добавлять гастрономию, соответственно, нам его нужно будет зажарить. Помимо того, в рецепте у нас с вами будут кабачки. Я сейчас их нарезаю, тем более они по сезону. Я предпочитаю брать вот такие вот красивые мытые кабачки. Маленькие. Все, мы вот такую зеленую часть с них срежем. То, что останется, можно в оладьи отправить, либо в какую-то запеканку. Но мы воспользуемся сегодня зеленой частью. Нарезаем на кубики, как это называется у поваров, размер оливье. Потому что, когда мы их будем жарить, они будут немножко сокращаться. Если сделаем их сильно мелкими, то они ужарятся, их просто будет не видно. А нам нужна текстура. Все, я нарезаю кабачок. Мы его сейчас будем с вами обжаривать на масле. Как я уже говорил, мы используем масло для жарки оливковое. Дальше будем добавлять чеснок, добавлять пасту, все это перемешивать, заправлять соусом. Сейчас мы вам покажем. Слушай, кабачки вообще очень хорошо с пастой сочетаются. Я как-то даже делала пасту, по-моему, это папарделли, такие длинные, тонкие, плоские. И я овощечисткой просто вот так вот кабачки нарезала, чтобы они были одинакового размера. И все это вместе. Это очень вкусно. Так, сковорода большая, маленькая? Ну, смотри, чтобы у нас поместилась вот эта вся штука. Я имею в виду паста. Поэтому сковорода, я предполагаю, должна быть минимум 26 см в диаметре. А я добавлю еще один зубчик чеснока. Сейчас как раз такое время года, когда нужно кушать витаминки. Ну, это вообще вкусно. Чеснок, любое блюдо, оно делает его настолько ярче, настолько интереснее и запоминающееся. Да, но опять же, у чеснока есть разные способы. Например, если вы добавите сырой чеснок в самом конце приготовления, у вас будет такой достаточно доминирующий оттенок. Но, как правило, добавляют какие-то такие мясные, либо врагу, либо в какие-то там еще блюда. Но нам нужен он больше для ароматики. Поэтому мы его будем немного обжаривать. У него будет гаситься вот эта вот острота, но при этом останется ароматика. Итак, у нас с вами паста готова. Сейчас мы ее будем откидывать. Сейчас мы ее попробуем. Паста почти готова. Сейчас мы ее откинем на дуршлаг. Если необходимо, можете оставить себе часть бульона, либо воды от варки пасты. Например, чтобы проварить, дотянуть, если она у вас немного недоготовлена. И, как правило, мы знаем, пасту кушают альдент. Почему альдента? Как переводится на зубок. Почему итальянцы такие, как бы, молодые, яркие, энергичные? Потому что та самая паста, она, где даже можно много съесть, она очень легко переваривается нашим организмом. И мы чувствуем бодрость и энергию через 2 часа опять хотим кушать. А все почему? Потому что правильно приготовленное блюдо. Пробуй. Есть разные способы, да, кидаем. На потолок кто-то кидает. Если не отлетает, то, соответственно, паста готова. А, давай мы сначала прямо здесь же обжарим семена, скинем. Вот сюда можно будет. Итак, семена мы обжариваем отдельно. Да, семена мы обжариваем отдельно. Но так как у нас гости производства, и мы показываем быстрое приготовление еды, мы прямо здесь же, где будем готовить пасту, пожарим чьи семена. На сухой сковороде, без масла. Да, на сухой сковороде я много жарить не буду. Я возьму буквально одну столовую ложку, 2-3 минуты поджарить. Самое главное, семена очень мелкие, жарится быстро. Главное их не пережарить, потому что любое семя, любой орех, если перегреть, просто пережарить, он будет горький. Ну, и не совсем это будет камильфо. А вы жарили чья когда-нибудь? Расскажите нам. Я вот это делаю сейчас первый раз. Обычно всегда там в йогурты, в какие-то десерты, да, вон такую вязкую, гладкую, липкую, желированную текстуру превращается в желированную. А жарить? Да, даже если вы просто возьмете, допустим, питьевой йогурт, туда добавите ложку столовую, а чья перемешаете, отдельно возьмете какой-нибудь кисель, сварите сами, либо купите в магазине также ложку чья. И потом слоями выкладываете, и утром открываете холодильничек и лакомитесь классным таким полезным десертом на завтрак, ну, либо на обед, на ужин, там не имеет значения. Вот, ну, а мы, как я и упоминали, пошли дальше и просто их поджарим. Так, надо их попробовать. Еще чуть-чуть. Как ты понимаешь, что они поджарились? Ну, по вкусу, по вкусу, по цвету, цвет все равно начинает немножко меняться такой на более кремовый, потому что, несмотря на то, что они серые, есть еще такие белые сегменты, они тоже начинают золотиться. Потому что, как я повторюсь, у любого ореха, у любого семечки вкус землянистый. И после обжарки он становится совершенно другим, потому что эфирные масла как бы открываются, и у вас получается совсем другая вкусовая палитра. Ну, у нас в десертах, как минимум, у нас обязательно, если мы используем орехи, их надо обжаривать. Будь то выпечка, будь то как в качестве декора, куличи, бриоши, обязательно орех должен быть обжарен, иначе будет такой неприятный ватный, мягкий привкус. Вот он уже подсох, начинает хрустеть еще немножечко, мы дадим ему такой карамельный вкус способом жарки, то есть более длительной. И все, и можно. Ну-ка, давай посмотрим на него. Вижу, что готово. Давай будем перекладывать. Сковорода у нас чистая, готовая. Теперь наливаем одну-две ложки масла. Обжариваем кабачки. С чесноком. Да, чеснок мы добавим чуть позже. Почему? Потому что нам нужно сначала немного заколировать кабачок. Когда дома начинаешь вот так вот делать, мне жена сразу. Так, все, сейчас тебе тут нужно три уборщицы, стены мыть. Хорошо, хоть стен нету, но стол мы с Ниной протрем быстро. На самом деле при, как это называется? Ну, подбрасывании, наверное, как-то перемешивание. Есть свои плюсы и минусы, да, минусы, потому что все-таки масса у нас раскидывается. А плюс в том, что лопаточкой можно какой-то мягкий продукт сильно деформирует ту же самую картошку, да, когда вы жарите. Она разминается, а так сохраняет свою текстуру и внешний вид. Кабачи долго жарить мы не будем, чуть-чуть их заколируем для того, чтобы появилась та самая реакция майяры, то есть золотистая корочка на любом продукте. Все, этого достаточно, добавляем чеснок. Так, ты туда же будешь ссорить? Очень такая весенняя у нас паста твоя получается. Угу, добавляем соус. Я бы назвала паста в ожидании лета. Добавляем соус, в принципе, и можем выключать. Почему? Паста у нас с вами горячая. Вот, ей сейчас нужно будет пропитаться соусом. А пока она пропитывается, паста с соусом, мы с тобой нарежем помидорки, потому что они также у нас с тобой идут в состав блюда. Выбирай. Есть зеленые, есть черри, есть вот такие сладенькие, не знаю откуда они. Мы как раз с тобой сладенькие воспользуемся сладенькими. Помидоры мы не будем обжаривать, мы их будем с тобой добавлять сверху для вкуса. То есть они будут просто подчеркивать блюда. А, еще раз строчитела. У нас еще с тобой будет строчитела, и еще кроме строчитела, как разжаренные семена чия. И все вместе будет классная комбинация. У тебя животные есть у нас? Морская свинка, которая недавно родила. Я с командировки приезжаю. С прибавлением. Я с командировки приезжаю, рассказываю, говорю, у вас свинка беременная. Все побежали смотреть, папа, как ты определил, что свинка беременна? Через две недели у нас появилось потомство. Так, ну что, в целом у нас с вами все готово. Как правило, что происходит у хозяйки на кухне, либо на производстве, в ресторане, нам нужно попробовать. Для чего? Довести до вкуса то-либо иное блюдо, для того, чтобы было вкусно. Так, вот ароматика есть, цвет тоже. Теперь осталось нам с тобой немножко попробовать, да? Да, сам соль, перец, может какие-то. Да, сейчас мы попробуем. Так, держи. У меня сыра не хватает. Согласен. Мы добавим немножко сольки. И соли. И пармезанчик посюда. Пармезанчика тоже можно, но мы с вами пошли по принципу того, что у нас с тобой постное блюдо. Точнее, если мы добавим до пармезан, кашу маслом не испортишь, но при этом, скажем, те люди, которые придерживаются сейчас правил Великого Поста, не смогут попробовать. А без пармезана смогут. С Састрочитала тоже не смогут. Согласен. Но есть какие-то альтернативные сыры. Поэтому мы сейчас с тобой все это продемонстрируем. Так, ну что, пробуем еще раз? Вкусно. Вкусно, только соли не хватает, да? Да. Вот что удивительно, я не люблю руколу, потому что она вот горчит, да, у нее такое специфическое послевкусие. Здесь этой горечи нет. Нету горечи, нету вот этого странного послевкусия. Есть такая свежесть, легкость. И это очень вкусно. Я хочу все вот с сыром. А мы для пикантности с тобой еще добавим много перчика, да? Все в целом готово. Обратите внимание, у нас паста, да, соус не течет, как это принято, но при всем при этом паста... Она не сухая. Она не сухая, она пропиталась. И сейчас мы ее будем с тобой выкладывать в тарелочку. Сейчас, секундочку. Так, добавляем сыр. Ах, чем больше, тем вкуснее. Да. Так, и у нас с вами, как мы помним, еще есть один компонент, который мы готовили, который мы жарили. Точно. И мы добавим с вами семена жареного чая. В целом блюдо готово. Просто произведение искусства и рекорд по скорости. Вы помните, у нас был Антон, где мы делали два десерта тоже с молниеносной скоростью. Но здесь ты просто сейчас побил все рекорды, которые только возможны. Я в шоке нахожусь, так быстро можно приготовить полноценный обед, ужин. Ну, в целом мы с тобой, наверное, 30 минут за все про все. Мы идем просто вот live. Мы даже практически не останавливаемся. Снимаем нон-стоп. И самое главное, еще раз повторюсь, что это может приготовить каждую себя дома, либо на производстве. Абсолютно. Все ингредиенты доступные, ингредиенты все вкусные. Специальной какой-то техники не надо. Если у вас нет такого стаканчика, как у меня сейчас было, чтобы перемолоть руклу, погруженным блендером вы тоже можете это сделать. Главное, какой-то высокий стаканчик. И все, и все. Ребят, посмотрите, это... Я сейчас это все попробую. Да-да, пока Нина расскажет, у нас же оператор, он слюной давится, пора пробовать. Нина, спасибо большое, что пригласила перевозок к себе на YouTube-канал. Спасибо тебе большое вообще, что ты приехал с Москвы к нам сюда в Питер, чтобы приготовить эти потрясающие рецепты. Спасибо тебе большое. Это, действительно, очень круто, молниеносно быстро. Я даже моргать не успевала, как ты все приготовила. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам наши два блюда, вот этот салат, который мы сейчас кушать будем, паста, приготовите ли вы и повторите, и приглашает ли Дениса к нам снова. Поэтому спасибо вам большое за то, что смотрели. И готовьте неистово, пусть он будет очень вкусно, и мы всегда рады с вами готовить. До новых встреч. Пока. Все, едим. Ребята, все едим, пробуем, пока паста горячая. Ты тоже шеф? Да-да, у нас-то тоже входит в картинку. Да. О, я вот такие тройнички нашел тут. Угу. Это японские вилки. Леш, Коль, бросайте все. Просто. Лучше за сегодня вы уже точно не попробуете. Субтитры сделал DimaTorzok